Однажды мой сосед рассказал удивительную историю. Рядом с его мангалом растут вишня и яблоня, и обычно в начале лета эти плодовые растения атакуют тля. Он сидел, жарил мясо и наблюдал за деревом и увидел, что как только дым попадает на листья, с них начинают разбегаться в разные стороны как тля, так и муравьи. Точнее, тля опадает, а муравьи бегут. Он рассказал об этом мне, и я вспомнил, что растения часто окуривают дымом против вредителей. Но такая обработка очень краткосрочная, поэтому мне в голову пришло другое решение проблемы. Я погуглил и нашел рецепт. Оказывается, против тли и муравьев очень эффективным средством будет обычная жидкость для копчения. По сути, это концентрат костного дыма в жидком виде, поэтому из него можно сделать раствор и опрыскивать им кусты и деревья. В том же году я попробовал это средство, и оно действительно работает. Смешиваем одну чайную ложку жидкой черной субстанции с одним литром воды, тщательно размешиваем и заливаем раствор в пульверизатор. Им необходимо опрыскать все растения на участке по листу с обеих сторон, и уже буквально через 2-3 часа ни одной тли не будет на участке. При этом растению такой раствор не нанесет никакого ущерба. Оказывается, насекомые не в восторге не от состава этого вещества, а от его запаха. Букашки не могут выработать иммунитет на это средство, поэтому оно всегда будет результативным. А чтобы как можно дольше тля не появлялась, в такой раствор я советую немного добавить жидкого мыла, чтобы концентрат прилипал к листьям. Но помните, что во время цветения лучше не пользоваться таким раствором, чтобы не отпугнуть полезных насекомых, опылителей и не остаться без урожая. Средство очень классное и эффективное, если сделать все правильно.